Снова с вами у микрофона Олег Иванилов и сегодня мы посмотрим как отвечать на вопросы в английском языке. So whenever you are speaking English представьте себе вы говорите по английский вам задают вопрос и часто очень приходит на ум самое первое что когда-то достигло каких-то заголовков сознания это называется yes I do. Это очень формальный ответ и вообще избегайте yes или no при ответах которые разговоры носящие неформальный характер. То есть собеседник более располагает к себе когда вы говорите не yes и no а когда вы услышали вопрос и верно на него отвечаете. Что это обозначает? Когда вы говорите допустим такой простой в принципе дурацкий пример у вас спрашивают do you speak English вы говорите сразу I do. Допустим did you call me yesterday? вы звонили мне вчера? Чтобы не сказать ну можете сказать yes. Ничего в принципе в этом нелогичного нет да? То есть но собеседник должен быть уверен что вы услышали вопрос. В любом случае это такое вот подтверждение другое. То есть не да а смотрите did you call me yesterday? Делали ли вы такое действие call me yesterday? Вы звонили мне вчера? И вы отвечаете I did. I did. I did. I did after five там я звонил после шести я делал это действие. Сделали ли вы это в прошлом? Yeah I did. I did. Вы можете сказать не yes I did а просто I did. Далее will you go there? Will you come with us? Там ты пойдешь с нами? I will. I will. Я пойду. То есть will you. Will это будущность следующего глагола. Пойдешь это именно go перед которым стоит will. Will you come with us? Will you come with us? Ты ну как бы придешь с нами подойдешь и пойдешь с нами. Will you come with us? I will. Допустим. Иногда вопросы ставят такие ну например о наличии уже сделанного. Have you ever been here? Имеешь ли ты когда-либо побыты сюда? Догадайтесь с трех раз что мы ответим. Я думаю с первого раза догадайтесь. Имеешь ли ты? I have. Have you been here? Have you been here before? Ты был здесь прежде? I have. Or you can say I haven't. I haven't. Только в этом случае подводя итог когда вас спрашивают имеешь ли ты уже сделанным что-то? Имеешь ли ты свой перфект уже выполненным? То есть третью форму вот которая уже сделана как переводится а не подверженность. То есть мы говорим имеешь ли ты когда-либо увиденным этот фильм? Have you ever seen this movie? Могут даже спросить ever seen this movie и склипировать. То есть мысленно убрать вот этот вот have you. Но подразумевать. Ever seen this movie? I have. I have. I have, but in a different language, in Russian. То есть я имею. Имеешь ли ты когда-либо увиден в этот фильм? Имею, но на русском. И так далее. То есть would you come with us? Там ты бы съездил с нами? Would you go with us? Would you come with us? Вместо да вы можете сказать sure I would. Sure I would. Конечно я бы. То есть бы ты поехал с нами. Would you? Сослугательность. А would you такой оттенок предположительного действия, не точного will you. А would you? Would you come with us? I would. Gladly. Я бы. С удовольствием. Вот так примерно выглядят вопросы. Но когда вас спрашивают, тебе надо куда-нибудь ехать, допустим, я тебя подвезу. I will give you a lift if you have to go somewhere. Do you have to go anywhere? Do you have? Ты имеешь такой груз ехать куда-либо? Ты имеешь такую задачу ехать куда-либо? Do you have to go anywhere? Вы говорите I do. Не I have ни в коем случае, а I do. Do you have to go? Делаешь ли ты действие наличия задачи? I do. Потому что спрашивали do, I do. Do you have to go somewhere? Do you have to go anywhere? Do you have to get anywhere? Shortly, I will give you a lift. I will give you a lift. Я подвезу тебя. Я дам тебе подброс. I will give you a lift. Ну, лифт-то лебедка, там в малоэтажных гостиницах лифты и поднимать. Powerlifting, силовое поднимание, тяжелая атлетика. Do you have to go anywhere now? I will give you a lift. I do, yes, sure. I'd love to be helped this way. Я бы хотел to get help with the transport. И так далее. То есть вы можете любой вопрос. Can you swim? I can. Can you translate this? Sorry, I can't. It's another language. I know. И так далее. И в общем-то так лучше отвечать на вопросы, нежели чем говорить да или нет. На этом вот такой маленький сегодня экскурс ответа на вопросы мы сделали в английском языке. И я благодарю всех, кто смотрит эти видео нового формата. Я записываю из новой студии, которую я, в принципе, сыткал из ничего. Здесь был вообще чулан, грубо говоря. Мы сделали здесь ремонт, то есть фактически. Вот. И сейчас вы можете наслаждаться качеством другим совершенно наших видео. Спасибо за то, что смотрите. Thank you for watching our videos. Thanks for leaving your comments below. Спасибо за оставление ваших комментариев внизу. И, в общем-то, за все прочее, что вы делаете для развития канала, своей активностью, которую оставляете здесь. Всем спасибо. It's been all like we do. И концепция. Концепция самого простейшего освоения, самого легкого в мире языка, из которого сделали трудный ради маркетинга. Английского языка. Как есть. As is. Speak English, guys. Thank you. And see you shortly. Bye.